Основное нового введения – скорочение максимального термина у знаходжения на улику в якости беспрацованного с 3 до 1,5 годов. А кроме того, докладно вызначены обовязки беспрацованных. Так, зараз суискальник повинен заявляться у службы занятости не ради чем раз в месяц. И не для того, как только отзначиться. На приеме у специалиста необходимо рассказать о выниках самостоянного пошуку працы. Бо стать на уликой просто чекать – уже незаконно. Если потенциальное опрационное место пропоновали на бирже, то на перомовы с наймальником треба з'являться на протягу двух дён с момента отповедного накирования. У адворотным выпадку грамадянин перестанее лечиться беспрацованным и будет знят из отповедного улику. Безработный не просто стоит и выжидает чего-то, а он непосредственно должен заниматься, конечно, поиском работы и об этом официально информировать государственные органы, то есть службу занятости. Далее, если ему предлагается соответствующая работа по критериям его уровня образования, уровня подготовки, конечно, он должен соглашаться и, естественно, трудоустраиваться. Что до областного центра, то зараз во Управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского горвыконкама зарегистровано около двух тысяч беспрацованных. С початку года специалисты допомогли працевладковаться прикладно шести тысячам человек. Сегодня очень большой поток вакансий, который заявлено именно нанимателями – это инженеры, инженеры-проектировщики, инженеры-программисты, это врачи различных специальностей, медицинские сестры, младший персонал, это санитарки, и также достаточно большого количества – это педагогические работники. А кроме того, стабильным попытом у наймальников користаются специалисты у голене швейной и будовничьей вытворчасти, а так само кулинары. Марина Северьянова, Игорь Марищенко, телерадиокомпанія «Гомель».